Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в нашей студии Александр Агафонов, директор Чебоксарского института Московского политехнического университета, кандидат биологических наук, доцент. Александр Викторович, здравствуйте! Добрый день! Для начала немного истории. Политех был образован в 1955 году, когда здесь впервые был открыт пункт Всесоюзного заочного политехнического института. Затем он был преобразован в филиал Московского государственного открытого университета, а теперь филиал ведущего технического вуза России Московского политехнического университета. В прошлом году вузу исполнилось 65 лет. Как вы считаете, много это или мало? 65 лет – это не так уж и много. Есть в нашем регионе вузы и постаршие. Для нас это только начало. Но за это время мы подготовили более 15 тысяч специалистов. В основном это технического профиля, это инженеры, конструктора, энергетики, IT-сфера, которые успешно трудятся сейчас на благо нашей республики. 19 июня началась приемная комиссия в вузах страны. Сколько студентов готов принять университет на платные и бюджетные основы? В этом году план приема у нас чуть больше 200 мест на бюджет. В основном это технические направления, такие как информационные технологии, управление в технических системах, строительство. По ним по очной и заочной формам обучения мы готовы принять больше 200 человек. Так, план в этом году мы ориентируемся на тысячи человек по всем направлениям и формам обучения, на все имеющиеся направления и специальности в нашем институте. В этом году вузы страны, так же, как и мы, настраивались на режим работы оффлайн, но время вносит свои коррективы и сейчас, сегодня мы можем принимать документы как оффлайн, так и онлайн. В отличие от, например, столичных вузов, где только онлайн идет прием, но мы по-прежнему, слава богу, открыты и нет ограничительных мер, которые могли бы нам воспрепятствовать. И сегодня приемная комиссия работает в стандартном штатном режиме. Мы принимаем по направлениям технического профиля, это информационные технологии, управление в технических системах, строительство, наземно-транспортно-технологические средства и комплексы, строительство уникальных зданий и сооружений, нефтегазовое дело, электроэнергетика, экономика, менеджмент, юриспруденция, как поочной, так и вечерней и заочной формам обучения. Вступительные испытания для выпускников учреждений СПО начнутся практически через две недели. Сейчас до 17-го числа идет прием заявлений на бюджетную форму выпускников колледжей, которые, еще раз подчеркиваю, не сдают ЕГЭ, а поступают по внутренним поступительным испытаниям учебных заведений. Следующий этап – это сдача, значит, вступительных испытаний, которые пройдет у нас на нашей площадке. Ну и будет конкурс уже практически с начала августа. Можно будет, скажем так, ориентироваться по тем конкурсным спискам, по рейтингам, которые присутствуют, и уже конкретно принимать решения для себя. Конкурс насколько большой, вот если так можно сказать? Ну, сейчас пока сложно сказать. Почему? Потому что только недавно совсем он начался и идет. Ежегодно, ой, ежедневно порядка 100 заявлений мы принимаем от абитуриентов нашей республики, не только. И, я думаю, к концу недели уже можно будет говорить о конкурсе, том, который есть. Бренд Политехнического университета, проектное обучение. Расскажите об этом подробнее. Несколько лет назад мы с коллегами приняли решение о реализации проекта, значит, проектное обучение в нашем институте. И для этого мы с первого курса на всех направлениях и специальностей, и по всем формам обучения мы вводим дисциплину проектной деятельности, на котором ребята более основательно погружаются в профессию. И уже со второго курса мы моделируем и формируем проектные команды группы, в которые входят не только студенты одного направления или специальности. Здесь может быть электроэнергетика с информационными технологиями, здесь может добавлен быть транспорт, здесь может быть студенты экономических дисциплин, специальностей, студенты-юристы, которые, образуя такие команды, решают конкретные проекты, конкретные задания наших партнеров, предприятий, организаций разных форм собственности, которые нам дают некие такие задания, которые мы, решая, даем уже конкретный результат действия. А что это дает студентам впоследствии? Они более основательно погружаются в профессию, и приходя на производство, предприятия более широко мыслят, более конкретно предлагают какие-то решения производственных вопросов. И когда они проходят практику, они более конкурентны по отношению к другим сверстникам других организаций. То есть это уже не теоретики, а уже практики приходят на предприятия, скажем так, которым же легко трудоустроиться и освоиться на новом месте. Кроме этого, они могут участвовать в разного рода конкурсах, грантовых программах, проектах. Это гранты «Умник», фонды содействия развития инноваций, это многие другие гранты, которые успешно, проходя все эти фильтры конкурсной комиссии, добиваются успехов. Какое из направлений или факультетов пользуется больше популярностью среди студентов вот сейчас? Ну, в наше время сейчас более, скажем так, интересными направлениями это связано с инновационными технологиями. Не случайно здесь ежегодно увеличивается количество бюджетных мест. Это электроэнергетика, это строительство. Вот совсем недавно мы открыли направление новое нефтегазовое дело, и тоже потихонечку его, скажем так, раскручиваем. И есть интерес работающей молодежи на отраслевых предприятиях, организациях, таких как «Трансне», «Газпром», «Лукоил», которые с удовольствием приходят к нам учиться на заочную форму обучения. Есть какой-то процент информации о том, сколько студентов потом трудоустроились после окончания вуза? Да, это существенный такой, скажем так, момент, показатель, который мы отслеживаем ежегодно. Он не случайно включен в мониторинг вузов России, да, и на протяжении 10 лет центр занятости города Чебоксара, Чувашской республики, не зарегистрированный наш выпускник в качестве безработного. Это очень приятно, то, что мы практически со второго курса ведем их по производственной, скажем так, стезе и лестнице, и ориентируем на ведущие предприятия, организации. За время обучения, проходя практику, они присматриваются к предприятиям, предприятия, соответственно, присматриваются к ним. И к моменту завершения обучения 100% наших выпускников трудоустроены. Это отличные показатели. А если говорить о неучебной деятельности, конкурсе, КВС, Тудвесны, как у вас с этим организован? Неучебная деятельность в жизни нашего института занимает особое место. Политех – это территория здорового образа жизни. У нас работает более 16 спортивных секций по различным видам спорта. Это разные студии, кружки, творческие, мастерские по хореографии, пению, другим каким-то творческим мероприятиям. Не случайно наши команды, три команды КВН играют в лиге Чувашии, студенческой лиги Чувашии. Постоянные участники лиги Московского политеха выезжают за пределы. Также участвуют в разного рода вокальных конкурсах, театральных конкурсах. Буквально совсем недавно, в мае месяце, они участвовали у нас на российской студенческой весне в Нижнем Новгороде на финале российской студенческой весны. Два номера наших ребят прошли отбор. Здесь фильтр республиканского конкурса. И такая внушительная команда наших студентов, студенческого актива участвовали там. Кроме этого, в этом году самой, наверное, многочисленной делегацией форума «Молгород» наш институт был. Более 80 человек участников. Это не только студенты нашего института, но и представители других филиалов Московского политеха. Это Москва, сам город Москва, Коломенский филиал, которые, в общем-то, тоже приняли в нем активное участие. И мы стараемся делать для наших студентов все, чтобы им было комфортно, удобно, интересно. У нас учится и лето, не исключение. Вот буквально через неделю стартует форум «Иволга», молодежный форум Самарской области, куда тоже отправляется наша делегация. Также территория смыслов на Клязьме, Таврида и другие, в которые наши ребята активно участвуют. Активно также занимается поисковым движением. По-моему, в Смоленской области в этом году они у нас выезжали, большая группа. Спасибо вам за полезную информацию. Я думаю, что сейчас студенты вас услышали, обязательно сделают правильный выбор. А я напоминаю, что в нашей студии был Александр Викторович Агафонов, директор Чебоксарского института Московского политехнического университета, кандидат биологических наук, доцент. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова